Мечта букиниста представляет. Глава 11. Как мотыльки на свет. Полуостров Бутия, Канада. 21 августа 2008 года. Объекты, видимые в зеркале, ближе, чем они кажутся. Эту надпись, часто встречавшуюся на зеркалах заднего вида иномарок, Лек вспомнил, когда они штурмовали очередное плато. Правда, сейчас все было с точностью да наоборот. Замеченный с высоты огонек отказывался приближаться, хотя горело все так же упорно и равномерно. Наверное, это все же был не костер, а какой-то другой источник света, электрический. И находился он значительно дальше, чем казался. Их волосатый хихикающий приятель был по-прежнему тут, как тут. Мелькал в отдалении так шустро, чтобы в него не попасть. А однажды даже запустил камнем. Не прицельно, просто так, чтобы напомнить о себе. Он, такое впечатление, развлекался. И это пугало Лекса даже больше, чем первое нападение. Как будто существо знало что-то такое, чего сами они не знали, и чувствовало себя на высоте положения. Перекусили на ходу, не останавливаясь, в сухомятку. Нога у Лекса ощутимо разболелась, но он понимал, что для серьезной обработки раны придется сделать привал. В присутствии странного преследователя и в дикой местности этого делать не хотелось. Потому Лекс даже не стал жаловаться, хромал себе потихоньку. Несмотря на полярный день, было довольно темно, значительно темнее, чем вчера на острове Сомерсет. Наверное, виной тому были низкие тучи, из которых опять посыпался колючий снег. Какая же все-таки мерзкая дыра, злобствовала Андерс, цепляясь за неровную поверхность скалы, вдоль которой взбирался наверх. Совершенно никчемное место. И живут тут всего тысяч тридцать эскимосов. А ведь какое огромное пространство. А где-нибудь в Китае люди друг у друга на головах сидят. Когда вернемся, организуй переговоры Китая с Канадой по поводу заселения этих земель, вяло пошутил Лекс. «Китайцы трудолюбивые, они тут через пару лет уже будут рис выращивать. И свиней они свинину любят». «А им разве вера позволяет?» – удивилась Лиска, в очередной раз поразив Лекса своими странными познаниями. Он махнул рукой и ничего объяснять не стал, тем более трепаться, карабкаясь вверх, было сложновато. На спуске поскользнулся Эрих. Взмахнул руками и покатился вниз, бренча камни амуниции. Под конец его подбросило на валуне, исполнившем роль трамплина. Немец пролетел метра четыре и с размаху грохнулся на каменистую поверхность. «Не спешить!» – хрипло выкрикнул Андерс, когда Лиска заторопилась было к упавшему. «Сама хочешь так навернуться? Никуда он уже не денется!» Пехотинец лежал неподвижно. Когда они, наконец, были внизу и подошли ближе, Эрих приподнял голову и глухо сказал. «У меня сломана нога. По-моему, открытый перелом». «Твою мать!» – в сотый, наверное, раз выругался Андерс. Быстро разрезав штанину, он осветил фонариком острые концы берцовых костей, разорвавшие кожу и торчащие наружу. «Капец! Хуже не придумаешь! И что с тобой теперь делать?» «Оставьте, если хотите», – равнодушно произнес Эрих. Он явно испытывал жуткую боль, но не показывал этого ни одним движением. «Все же в Рейхе готовят настоящих бойцов», – подумал Лекс. Хотя в самолете фашисты расслабились, за что и пострадали. Впрочем, тут еще неизвестно, кто больше пострадал. «Черные сейчас уже пьют с Одином в своей Валхалле, а они болтаются по тундре, имея на руках раненого, а за спиной – нереальную тварь с несомненно дурными намерениями». «Нужно наложить шину», – сказала Лизка, копаясь в аптечке. Она ловко вколола в ногу обезболивающее, потом приказала Андерсу – «Виски давай!». Андерс пожал плечами и достал из своего рюкзака бутылку. Лизка аккуратно полила рану, причем немец даже не скрипнул зубами. Потом велела ему сделать несколько глотков. «Палку найдите какую-нибудь?» «Ага», – закивал Андерс. «Сейчас, только схожу в лес и вырублю поровнее. Оглянись, ты вокруг хоть одно дерево видишь?» «Значит, придется использовать винтовку», – вздохнула девушка. Андерс возмущенно запыхтел, но промолчал. Отсоединив магазин и прочие навесы от Эриховой Димако, он подал ее Лизке и даже помог держать, пока та пыталась соединить концы сломанных костей и примотать импровизированную шину бинтами. «Зря вы!» – все так же бесстрастно промолвил боец Рейха. «Лучше бы оставили меня тут, а сами дошли до эскимосов». «А тебя тем временем сожрал бы наш друг», – Андерс довольно грубо схватил Эриха за плечо. «Давай, помогу тебе подняться. Надо идти, пока эта скотина не решила, что пора бы уже с нами заканчивать». Эрих поднялся. Более высокий Андерс явно в качестве костыля ему не подходил. «Лучше я помогу», – снова встряла Лизка. «Это нелепо и бессмысленно», – заявил немец. «По ровной поверхности я еще смогу передвигаться. Но здесь же сумасшедший рельеф. Мы только зря потеряем время». «Заткнись, фашистская морда», – велел Андерс, возясь с поклажей, которую Эрих теперь нести не мог. Он, с сожалению, выбросил большую часть продуктов, преимущественно консервы, оставив то, что полегче – сублимированное мясо, пакеты с супами и хлеб. Боеприпасы распихал к себе, кое-что сунул не ставшему сопротивляться Лексу. Скорость передвижения и в самом деле значительно снизилась, и это лишь поначалу, пока Эрих еще держался. Метров через сто Лизка пискнула. «Постойте!» «Давай я тебе сменю», – предложил Лекс. «Не годится это все», – Андерс внимательно посмотрел на пехотинца. «Слушай, ты вроде как прав, старина». «Дошло, наконец-то, татуированный», – вытирая с лица крупные капли пота, – сказал Эрих. «Тем более обезболивающее все равно не действует. Я не продержусь даже десяти минут». «Все, проваливайте. Только оставьте мне пистолет». «Тебе же не хватит патронов!» Начала была Лизка, но тут же остановилась, сообразив, зачем нужен Эриху пистолет. «Вовсе не отстреливаться на случай появления чудовища». «Удачи», – пожелал Эрих, укладываясь поудобнее в ложбинке. «Давай», – пробормотал Лекс. Они пошли, не оглядываясь. Выстрел щелкнул еле слышно минут через двадцать, когда они уже отошли достаточно далеко. «Готов», – резюмировал Андерс, и в голосе его явственно проскользнуло сожаление. Лизка заплакала. «Вот ведь», – подумал Лекс, «пару дней назад в самолете она, не задумываясь, хладнокровно убила двоих соратников Эриха, а над этим плачет. Вот и пойми этих женщин». Как ни странно, их преследователь куда-то исчез. Когда они на пару минут остановились передохнуть, на очередном осточертевшем плато Андерс озвучил то, о чем подумал Лекс. «Наверное, эта тварь жрет немца. Надеюсь, наестся и отвяжется. Хищники обычно дрыхнут, когда нажрутся. Так что парень принес нам пользу. А еще хищники могут прятать добычу про запас», – напомнила Лизка. «Я видела на канале Animal Planet». «Хватит болтать, Буртон Ландерс. Идемте уже дальше. Угостим эскимосов огненной водой». Поселок открылся перед ними внезапно, когда они вышли из-за беспорядочного нагромождения разнокалиберных камней. Еще недавно он был таким далеким, а сейчас рукой подать. Строго говоря, это был не поселок, а именно становище. Никаких домиков из снега, на которые мечтала посмотреть Лизка, там не было. Обычные палатки – несколько штук. Посередине стоял большой гусеничный снегоход Ахара, ослепительно светя, укрепленный на капоте фарой. Становище выглядело совершенно безжизненным, и Лексу это сразу не понравилось. «Эй!» – крикнул Андерс, направляясь к ближайшей палатке. «Люди, нам нужна помощь!» «Эскимосы говорят по-английски», – спросила Лизка у Лекса. «Они же граждане Канады. Думаю, даже по-французски говорят». Машинально отозвался Лекс, наблюдая, как Андерс заглядывает в палатку, откинув полок и отшатывается. «Идите сюда!» – позвал он, обернувшись. «Только ничего хорошего тут нет». Действительно, пара дюжин мертвых эскимосов – это и в самом деле сложно назвать хорошим. Трупы были разбросаны по всему становищу. В палатках и между ними – женщины и мужчины. Некоторые – почти целые, другие – чудовищно изуродованные. Одного старика так и вовсе разорвали пополам. Снегоход также был раскурочен. Под капотом обнаружилась мешанина из разодранных проводов. Приборная панель и аккумуляторы разбиты в дребезги. Руль оторван. Баки пробиты. Работала лишь аварийная фара, питавшаяся от собственного источника энергии. «По-моему, здесь порезвился наш приятель», – безнадежным тоном произнес Андерс. «Или, что еще хуже, его родственники?» «Ты думаешь, он не один?» – спросил Лекс, обнимая за плечи дрожавшую лиску. «Если это так, то, боюсь, нам следует позавидовать фашистской морде. Легко отделался, потому что». Но пока все было тихо. Лишь ветер гудел и хлопал располосованный тканью палаток. Они осмотрели становище еще раз, надеясь найти рацию, но ее не было. Только у оки-токи ближнего радиуса действия в снегоходе. На побережье обнаружились три большие лодки, но у всех были пробиты днища так, что починить их не представлялось возможности. Несколько оружий тоже были уничтожены. У одного стволы оказались разве что не завязаны узлом. Забравшись внутрь кабины и кое-как закрыв перекошенную дверцу, они обсуждали, что делать дальше. «Эскимосов убили уже достаточно давно», – поведал Андерс, внимательно осмотревший тела. «Думаю, вчера как минимум. Это значит, что тварь никуда не торопилась. Мы летели на свет этой ублюдочной аварийной фары, как тупые мотыльки, а засранцу оставалось только ковылять следом и хихикать. Он уже все подготовил заблаговременно». «Ты думаешь», – начал Лекс и остановился. «Все очевидно. Снегоход был поврежден намеренно, и вряд ли это сделали сами эскимосы перед тем, как умереть. А если неведомое существо знает, как вывести из строя подобную технику, то оно с легкостью провернет менее сложные дела, например, такие, как заманить их в ловушку». «Эта сволочь далеко не глупая», – продолжал Андерс, не обративший внимания на неоконченную реплику Лекса. «И она не полезет на стволы, тем более если мы ее хоть немного зацепили. Правда, ей это мало повредило, насколько я могу судить. Итак, она не глупая, сильная, видали ружье? И убивает не для еды, или не только для еды. Вопрос, что нам с ней делать?» Ответом Андерсу было молчание. «Вот и я так думаю», – печально заключил наемник. «Поэтому мы можем с чистой совестью пожрать и выпить. Возможно, это наша последняя трапеза в жизни». Они жевали концентраты, запивая содержимым последней бутылки из самолетного бара. Можно было поискать в палатках что-то более съедобное, нежели жесткое мясо, и даже приготовить полноценную еду. В конце концов, в одной из палаток была оборудованная кухня с газобаллонной плиткой. Хотя бы вскипятить воду, чтобы сварить суп или растворить гранулы бульона. Но покидать кабину снегохода никому не хотелось. Во-первых, надо держаться вместе. Это только в фильмах ужасов герои говорят, «Давайте разделимся и пойдем посмотрим, отчего это вокруг так много мертвецов валяется». Во-вторых, хрупкая кабина все же создавала иллюзию безопасности. Понятно, что выбить широкое лобовое стекло таинственная тварь могла одним ударом. Кстати, странно, почему она не сделала этого раньше, когда курочила двигатель. В-третьих, вообще не хотелось ничего делать. На них одновременно напала апатия. Силы оставались лишь на то, чтобы передавать по кругу тяжелую фигурную бутылку и открывать зубами перчено-соленое волокно мяса. Видимо, они полностью выложились еще там, карабкаясь с одного плотона другое, чувствуя спинами тяжелый взгляд чудовища, бросив Эриха. «Что там брат твой сказал?» спросил у Лекс. «Ну, про редиску». «А, про бложек». И Андерс с готовностью пересказал всю историю про двоюродного брата, обретшего покой и самодостаточность на берегах Волги. Лиска с интересом выслушала и сказала печально. «Я вот тоже. По клубам, по кабакам. Хакерство это чертово. А что я видела? Бегаю вот теперь с вами на краю света. Уже несколько раз чуть не убили. Сегодня, наверное, точно съедят. А я, может, детей хочу. Мальчика, девочку. Домик, как Андерс рассказал сейчас, чтобы собака во дворе, котик, цветочки». И Лиска разревелась. Не заплакала тихонько, как делала это уже не раз. А именно разревелась, уткнувшись в плечо Лекса. Андерс виновато уставился на нее, явно не зная, как поступить. Лекс показал ему глазами. Сидиму, само пройдет. И точно. Лиска довольно скоро прорыдалась и только хлюпала носом, то и дело утираясь рукавом куртки. А потом задремала. «Убирай выпивку», — сердито велел Лекс. «Еще не хватало напиться. Приходи тогда и бери нас голыми руками». Андерс послушно все убрал. «Дальше-то что?» — шепотом спросил он, боясь разбудить Лиску. «Подождем». «Чего?» — «Пока он придет и решит, что надо нас из этой консервной банки вынуть?» Лично у меня такое ощущение, что монстр уже и так где-то рядом. «У меня тоже», — нехотя признался Андерс. «Тогда вот что. Ложись спать. Я постерегу. Какая разница, будем мы таращиться втроем или двое хоть немного отдохнут. Через час?» «Нет, через два часа. Я тебя разбужу. Сменишь». «Идиот», — согласился Лекс, который в самом деле чувствовал, что алкоголь и еда расслабляют организм, боюкают и сталкивают в мягкую и теплую пучину сна. Вокруг все так же подвывал ветер, стучал колючими льдинками в стекла кабины. Последнее, что увидел Лекс, проваливаясь в забытье, был вымпел хоккейной команды «Монреаль Канадиенс», болтавшийся перед лобовым стеклом. А проснулся он от того, что в металл дверцы кто-то громко и настойчиво стучал.